МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Необычная погоня произошла в Артёмовском. Наряд ДПС заметил автомобиль ВАЗ, у которого во время движения открывался и закрывался капот. При этом водитель, как ни в чём не бывало, продолжал ехать вперёд. На жест патрульного остановиться он только прибавил газу. Экипажу пришлось гнаться за нарушителем, но погоня длилась недолго. На ближайшем перекрёстке у Жигулей вновь открылся капот, и водитель ударил по тормозам. За рулём оказался местный житель, уже получавший штраф за пьяную езду. Алкотестер показал, что мужчина в сильном алкогольном опьянении. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый урожай в этом году готовится снять осуждённой Тавдинской колонии 26. Оборудованное в учреждении тепличное хозяйство раскинулось на площадь 100 квадратных метров. В теплицах выращивают томаты и огурцы. Каждый куст помидоров приносит по 5 килограммов плодов. Огурцов выращивают сразу 8 сортов. Самый крупный из них, настоящий полковник, будет давать ежедневный урожай до 3 килограммов. Рядом с теплицами высадили свежую зелень, лук, редис, салат, петрушку, укроп и другие овощные культуры. Всё это хозяйство организовано в рамках кружковой работы. В столовую заключённых свежие овощи попадут уже в начале июля. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Общественники начали анкетирование горожан по масштабной реконструкции парка 22-го партсъезда. Первыми анкетируемыми стали жители домов на Татищево и Юмашево. Цель анкетирования – понять, чего хотят жители близлежащих домов. Как разъяснили технологию анкетного опроса в общественной палате Екатеринбурга, если жители считают, что в проекте обновления парка есть излишнее мероприятие, то в соответствующей графе они ставят галочку «Исключить». Если мероприятие необходимо и хорошее, то граждане ставят соответствующий знак в графе «Оставить». Таким образом будет выявлен определённый срез мнений горожан. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, я Джульетта Дягилева. В эфире прогноз погоды на вторник, 30 июня. Но вначале немного полезной информации. В июле «Хладокомбинат-3» прогнозируют горы мороженого. Любимый гостовский пломбир стал ещё больше. Теперь с горкой. Укрепляйте своё здоровье и заряжайтесь энергией, силой натурального молока с гостовским пломбиром. Спрашивайте во всех магазинах. А теперь расскажем, что видно на карте погоды по данным сервиса «Яндекс». Дождливый циклон не отходит на второй план. Температура воздуха от плюс 7 по ночам до плюс 19 градусов днём. Ветер западный слабый до 3 метров в секунду. А сейчас подробнее о погоде в области. В Каменске-Уральском в ночные часы плюс 9 градусов. Днём за огнём дождливо плюс 17. В Качканаре ночью плюс 8 градусов. Днём небо дождливое и плюс 15. В Нижний Тагиле здесь температура воздуха плюс 9 градусов ночью. Днём осадки в виде дождя плюс 16. И в Серове ночью плюс 9 градусов. Днём дождь плюс 16. Поговорим о столице Урала. В Екатеринбурге ночью облачно. Температура воздуха плюс 8 градусов. Днём осадки в виде дождя плюс 17. Атмосферное давление в норме. И о том, что ждёт нас в ближайшие дни. В среду плюс 19 градусов. Пасмурно. В четверг плюс 20 дождливо. А в пятницу плюс 19 малооблачно. Такой будет погода 30 июня. И в последующие дни с вами была Джульетта Дягилева. Помните, улыбка скрасит любую непогоду. До завтра. Туман расслеился. И вот нам была команда. По красной ракете идти вперёд. Причём без артподготовки, без всего. Это разведка боем. Что только означает. Значит, надо наоборот вызвать на себя огонь всей немецкой артиллерии, всех огневых средств противника. Чтобы наши разведчики, которые на деревьях или на высках специально подготовленных, могли засечь немецкие огневые средства. Для дальнейшего потом увеличение. Потихоньку шли. Немец наш обнаружил. Начал пулемётами нас терять. Мы залегли. Утихло всё. Опять ракета. Мы поднимаемся. Опять вперёд. После четвёртой атаки мы вырвались в немецкую траншею. Часть немцев там побили, а часть убежали они. Вот только мы эту траншею начали осваивать, как немцы по нам открыли бешеный урагатный огонь. Вот у меня от взвода 18 человек осталось два солдата и я. Как в песне поёт, что нас оставалось только трое из 18 ребят. От батальона в 300 человек осталось в строю полтора взвода, 75 человек всего. От батальона в 300 человек. 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 другом на самоизоляции, этим мягким и комфортным диваном. И хотя это знакомство во всех отношениях приятное, иногда оно может навредить здоровью, а именно, сидя слишком много на диване, рискуешь получить лишние килограммы и другие проблемы со здоровьем. Как же отдыхать так, чтобы можно было и посидеть, и не получить каких-то проблем? Мы сегодня пообщаемся с фитнес-инструктором Екатериной Рякиной. Екатерина, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, чем может быть